Микс Ньюс Проблему проверки счетчиков Здрасте, вот вопрос такой У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них Обстоятельные ответы А как? Вы не могли бы нам посоветовать Я могу очень коротко сказать, что На коммунальные вопросы Очень сложные вопросы Это вопрос, наверное, не домоуправления И даже не жильцов Я понял вопрос Спасибо В законе написано очень четко Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко Вопрос у меня был господин Сидорко Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги пристали У меня к вам вопрос А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться Вот таков наш закон Доброе утро, уважаемые слушатели Начинается программа Добро пожаловаться И вот в самом деле Уже спустя, наверное, месяца 4 После того, как мы ее перевели На удаленный режим Мы снова встречаемся в студии С председателем правления Товарищества Центр консультации собственников квартиры Председателем кооператива БАК-2 Сергей Сидорко Здравствуйте, добрый день Добрый день И вот мы сегодня хотели поговорить Действительно о том, что Мы все время говорим про жилой фонд Который остался еще в советских времен И о его проблемах А вот поговорить о том Как живут жильцы новостроек В том числе и вот тех, которые считаются элитными И что какие здесь могут быть подводные камни и проблемы Все ли так гладко И сегодня мы об этом поговорим С еще одним нашим гостем в студии Антон Астраханцев Собственник квартиры Явно Тейко Здравствуйте Здравствуйте Ну вот действительно ли все так хорошо и гладко Вот мы всегда говорим о том, что Постепенно выходит из строя Там какие-то Вот тот жилой фонд, который нам оставался с еще полувековой давности Что да, действительно, там может быть ресурсы, срок службы могут какие-то А если дом только-только вот буквально сдан в эксплуатацию Ну считается же, наверное, что это практически вот самое лучшее жилье Какое возможно себе представить Есть ли здесь какие-то нюансы? Я думаю, что я скажу несколько слов с точки зрения эксплуатирующей компании И потом передам слово Антону Потому что он уже потребитель всего этого продукта Который рождается в результате цепочки строителей, девелопера и управляющей компании Как управляющая компания, я могу сразу сказать, что Чаще всего нам приходилось сталкиваться с тем, что недоступна документация на дом в полном объеме То есть она где-то находится, не в Бувалде ты ее не можешь найти И ты ее не можешь найти И никто тебе, ни девелопер, ни строитель с тобой не делится Далее, очень часто, когда ты приходишь на место, то заявленные характеристики жилья Не всегда соответствуют или часто не соответствуют тому, что на самом деле реализовано То есть в проекте или в задумке позиционируется, что все будет роскошно Особенно это касается то, с чем я сталкивался, это вопрос о вентиляции и отоплении А когда ты сталкиваешься на жизни, то оказывается целые блоки не были реализованы Видимо есть какие-то согласования и так далее, но ты к этому доступу не имеешь И как управляющая компания, есть еще один дефект нашей работы Он заключается в том, что мы находимся на непосредственном контакте с жителями Жители видят в нас решалу всех проблем, они сразу любые там гарантийные, негарантийные Но любые свои неудобства и любые недостатки приобретенного жилья Они ставят на нас, на наш... Мы, как правило, можем только что зарегистрировать, сказать об этом Передать эти претензии девелоперу и ждать реакции какой-либо Как правило, реакция наступает очень вялая, никто не хочет ни признавать, ни того, что было что-то недоделано, что-то не так И поэтому управляющая компания выступает как раздражающий фактор для любого собственника нового жилья Качество строительства трудно оценить, но с недовольством, как и в порядке того опыта, что я приобрел в управляющей компании, очень большое Ну вот, Антон, можете рассказать что-то более конкретное о проблемах? Да, наверное, самая большая проблема – это договор Потому что немногие люди читают договор Я сам сталкивался много раз с тем, что люди просто не глядя подписывают договор А просто поговорив с тем человеком, который его подсовывает Это очень важно, и покупая квартиру, я советую потратить деньги на юриста, на консультацию, чтобы он прошелся по этому договору И сразу предупредил о возможных каких-то подводных камнях Вот какие могут быть? Ну, я понимаю, что вы не юрист, но вот, может быть, просто из своего опыта Что? В каких сферах, в каких моментах могут быть нюансы? Ну, вот смотрите, самый такой вот для новостроек актуальный вопрос – это вопрос гарантии Я думаю, те люди, которые покупают квартиру или стоят перед выбором покупать квартиру в новом проекте Или то, что осталось в советских времен Я думаю, эта гарантия имеет довольно высокое значение И в договорах, по крайней мере, который у меня подписан У меня такой стоит интересный пункт, что гарантия дана Но, скажем, какие-то проблемы, они будут решены в допустимый срок Ну, а сколько это допустимый срок? Это месяц, год, 10 лет или больше? То есть, вообще не указывается конкретного срока? Конкретный срок не указан, да И когда я попросил указать конкретный срок, чтобы была какая-то ясность Допустим, пусть будет даже тот же самый год Но я, по крайней мере, буду знать, что в течение года все гарантийные проблемы будут исправлены Этот срок компания, которая продавала мне квартиру, отказалась указывать в договоре Я напомню, с телефона в нашей студии 67212-93-9, 67213-93-9 Вполне возможно, что вы тоже сталкивались с какими-то такого рода проблемами Вы можете поделиться ими с нашими слушателями, позвонив по этому номеру Или отправив смс на номер 2306191 Но ведь наверняка компания, которая сдает дом в эксплуатацию Должны быть какие-то приемные комиссии, какие-то акты То есть, все недоделки, недочеты должны быть зафиксированы Все проблемы как будто бы учтены Да, конечно Перед покупкой квартиры заключается договор И здесь очень важный нюанс С какой отделкой продается квартира или покупается Это полная, серая или там, в принципе, ничего нет С полной отделкой бывает так, что человек приходит Для него это новая квартира И он смотрит с горящими глазами И поэтому он, скажем так, не совсем объективно оценивает ситуацию То есть, простой пример Стены, ну, в принципе, мы сидим здесь в студии, стены ровные Но очень важно оценить, насколько они ровные То есть, опять же, мой совет для тех людей, которые задумываются покупать квартиру Это не полениться взять какой-нибудь треугольник И прийти в квартиру и измерить, насколько стены ровные Возможно, это покажется малозначительным нюансом Но в тот момент, когда вы будете устанавливать мебель Вы поймете, насколько это важно Когда увидите, когда мебель, которую установил мебельщик Скажем, в одной стороне комнаты не хватает, допустим, трех сантиметров до потолка А буквально через три метра шкаф прямо в притирку с потолком И это очень важно Это я просто назвал как пример На самом деле, если мы смотрим на качество этой мебели, установленной То вопрос, ну, сколько она прослужит, насколько долго Ну, я бы сказал, что вот, Антон, затронул вопрос договора Значит, здесь для меня, как вот для инженера, очень важно Когда заключаешь договор о покупке жилья Ты покупаешь квадратные метры Или там ты имеешь еще и характеристику Что тебе будет обеспечена вентиляция, ну, воздухообмен в квартире по таким-то нормам Отопление по таким-то нормам и так далее То есть здесь очень важный нюанс, потому что то, что я слышал И то, что мы до передачи разговаривали В проект закладывается, чтобы проект прошел через Булвалды Закладывается, допустим, очень мощная, очень продвинутая система Рекуперационной вентиляции И каким-то образом в результате реализации проекта Эта система съезжает на простую, банальную, естественно, вентиляцию И естественно, что зачастую такими вещами невозможно выполнить европейские нормы По воздухообмену в помещениях, которые сейчас действуют и в Латвии А с другой стороны, каким образом произошло, что это здание было сдано в эксплуатацию Ну, например, такой простой вопрос То есть, ведь человек, который покупает квартиру, он считает Раз бы Булвалда принял, значит, там все то, что сказал девелопер, все там есть Потому что Булвалда подтверждает соответствие проекта Оказывается, он нет Где-то проходит изменение проекта, где-то они согласовываются А может быть, они никем не проверяются Но в итоге ты получаешь совсем не то, что было заложено проектировщиком И в изначальных сметах Здесь Сергей затронул такой интересный вопрос по поводу рекуперации Системы вентиляции И я хотел бы упомянуть пример из реальной жизни То есть, когда я покупал дом Продавец рекламировал этот проект То, что в ней есть современная рекуперация То есть, такого нигде нету Потому что, как вы знаете, пластиковые окна Они не пропускают воздух Соответственно, из-за этого могут появиться проблемы в будущем То есть, может появиться плесень И поэтому устанавливать систему рекуперации То есть, которая постоянно работает И постоянно благодаря этой системе циркулирует воздух в квартире И она предотвращает появление плесени И затлого воздуха в помещении И когда мы заехали Система оказалась очень хорошей Потому что это была весна То есть, было тепло Но как только началось холодное время Мы поняли, что это просто Будем говорить откровенно Дырка в стене Потому что система рекуперации Которая по своим каким-то характеристикам Должна прогревать этот воздух Перед тем, как он проникнет в помещение Она, к сожалению, этого не делала То есть, в помещение поступал просто холодный воздух И когда я буквально в метре Вот от этой системы рекуперации Дотрагивался до стены Она была ледяная То есть, вместо системы рекуперации Поставили обычный фреш А если перевести на простой Примитивный язык Дырка в стене с термоклапаном Который зажимает поток, если холодно На самом деле, рекуперация Это система приточно-вытяжной Сбалансированной Приточно-вытяжной вентиляции Один из объектов, что мы обслуживали в свое время Отличался тем, что если ты заходил в туалет Или в ванную И закрывал за собой дверь То открыть дверь назад ты уже не мог Потому что настолько была мощная вытяжка И отсутствие нормального притока Что вакуум создавался в этих помещениях И бывали случаи, когда женщины бедные Были заперты там на какое-то время Потому что физически ты не можешь отжать эту дверь В этом плане, конечно, здесь возникает На мой взгляд, очень много вопросов Собственно, а кто и как принимает? Потому что есть же большая масса Технологических особенностей Когда работы нельзя вести Когда можно вести Из этого потом последствия бывают У нас, между тем, есть звонок Здравствуйте, добрый день Попросим надеть наушники гостей Добрый день Я вот живу в доме, которому немного больше 10 лет Но он очень плохой, некачественный В основном сантехника Стояки пластмассовые Эти трубы лопаются чуть ли не каждый день Вот, а советские жили в советске Вот полная рига советских домов 602-й и других серий Значит, там чугунные стояки Которые до сих пор 40-50 лет стоят Вот почему так? Первый вопрос И второй вопрос У нас Бедриба Она обслуживает управляющая компания Когда мы находим Какой-то неисправности Они ищут компанию Но всегда дорого Мы отказываемся Как отказались Они говорят Мы ищем И все Вопрос на десятилетие откладывается Иногда сами Валды Находим дешевле И делаем сами Вот два вопроса Ответьте, пожалуйста Что делать? Ну, по поводу пластмассовых труб Наверное, надо обращать внимание на то Какого качества трубы И какого качества монтаж был Я не понимаю В чем проблема с пластмассовыми трубами Допустим, мы у себя в кооперативе Правда, это серийные дома Не новостройка Мы поменяли на пластмассовые трубы Еще в 90-м, в 2000-м году До сих пор стоят И проблемы нет То есть, наверное, скорее всего Были использованы дешевые материалы И, возможно, были нарушения при монтаже То есть, технология была нарушена Относительно дешево или дорого Мы неоднократно И, по-моему, даже с вами, уважаемые радиослушатели Обсуждали Вопрос дешево-дорого Необходимо поднимать После того, как у тебя есть техническая документация С требованием Что ты хочешь получить в конце Сделать ремонт лестничной клетки Это очень красиво звучит Но это пустой звук Если сделать ремонт лестничной клетки Если ты коснемся то То, что сказал Антон Какова кривизна стен Какова геометрия Все эти вещи нормированы Все они технически описываются И тогда сразу получается Что если ты хочешь по высшему разряду Сделать ремонт лестничной клетки То у тебя вылетает сумма астрономическая Если ты хочешь как в конюшне Тогда будет сумма дешевая Ну и ремонт будет как в конюшне Потому что обычно у нас в бытовом понимании И так Сделайте мне красиво и хорошо Но чтобы это было при этом дешево Но не всегда так складывается Поэтому сначала разрабатывайте технические требования Потом оценивайте Насколько дорого или дешево их достигать Мы наверное сейчас буквально ненадолго прервемся Сделаем небольшую паузу Но я напоминаю Что вы можете продолжать звонить 67212-9399 67213-9399 Это программа Добро пожаловаться И сегодня мы говорим О проблемах Нового Микс Ньюз Продолжается программа Добро пожаловаться Председатель правления Товарищество Центр консультации Собственников квартиры Приседатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко В нашей студии Ну и Также Антон Астраханцев Собственник квартиры В Новостройке Ну вот мы Упираемся Действительно В вопросы Что еще Не так В жилье И Почему Действительно Бувалды Принимает Вот этот проект Несмотря на то Что он Отличает Ну вот Жилье отличается От проекта Я вот Пока была пауза Хочу дополнить По поводу вентиляции Раз мы начали уже говорить Я пригласил эксперта И Мы хотели провести Экспертизу То есть Есть решение Бувалды о том Что здание Принимается в эксплуатацию Значит в принципе Обычный человек Понимает под этим Что все в порядке И Когда мы запросили Какие-то документы По поводу вентиляции Нам прислали Как сказал Эксперт Что это Сочинение Просто на Шести страницах Которые может Школьник написать В котором В принципе Были только слова Не было никаких расчетов Абсолютно ничего И у него В принципе Появился логичный вопрос Как они вообще это строили И К сожалению По предварительной оценке То есть Она не окончательная Она предварительная То что По факту Построено Намного дешевле Того Что заложено Вот в этом проекте Вот в этом Сочинении Но Ведь таким образом Можно говорить о том Что Вот вы покупаете Ну условно говоря Вещь в магазине Которая Ну как Считается Не знаю Фирменной вещью А вам на самом деле Продают Не лейбл А Поделку Ну то есть Вот На самом деле Немножко переиначу Вы покупаете Звезду от Мерседеса И все остальное Запорожится Потому что Он говорит Что вот смотри Вот звезда стоит Да А когда ты заходишь Вовнутрь То у тебя двигатель Не тянет Печка не работает Запах в машине Отворительный И так далее Ну и получается Ну звезду тебе поставили Вот Сергей может поправить В законе Насколько я понимаю Есть Предусмотрено Небольшое отклонение От проекта Если это Равнозначная замена Но вот тут Такой важный момент То что Вот как раз Эксперт Который дал Свою предварительную оценку Он сказал то что Это абсолютно Неравнозначная Замена И соответственно Скажем Возможности В данный момент Что-то изменить Уже нет То есть Что построено То построено И вот Раз мы уже начали Говорить Таких Проблемах Да То есть Вот эта рекуперация Как я уже упоминал И по поводу гарантии То что Вот я уже начал Какое-то время назад Говорить У нас появился Такой вот Интересный момент То есть Я начал устанавливать Мебель И в какой-то момент Я заметил Какие-то Чёрные пятна На полу То есть У нас стоит Паркет Дерево Что за чёрные пятна Я не знаю Я нашёл Эксперта Который занимается Различными Грибками Деревом Чтобы понять Что это за чёрное пятно Сделал экспертизу И оказалось То что это Плесень То есть Такой тип плесени Когда я обратился К продавцу Он сказал То что это Естественное Как его назвать Не знаю Помутнение Или вот Что-то и произошло С деревом То есть Это абсолютно нормально Тебе не о чём волноваться Когда я ему Показал экспертизу И когда Я показал Экспертизу Соседям Которые тоже Сделали в своих квартирах У нас уже было Много экспертиз Которые Все подтвердили Что в квартирах Есть плесень С момента покупки Прошло Ну не более полугода Откуда Плесень В новой квартире То есть Мы там толком Даже пожить не успели И Когда начали Выяснять Что вообще Могло произойти Откуда эта плесень Оказалось То есть Через каких-то строителей Оказалось то что В момент Постройки дома У них случилась Какая-то авария То есть Там прорвало трубу Затопило квартиры И вот По словам Вот этих людей Где-то В 80% всех квартир Появилась Плесень Из-за воды В принципе Проблема Образовалась Таким образом То что Ну вот Затопили Квартиры И в принципе Что нужно сделать Нужно Сушить песок К сожалению Этот песок Который находится Под паркетом Не был высушен Должным образом И по этой причине Чтобы быстрее сдать В эксплуатацию Они просто Постелили паркет И сдали в эксплуатацию Ну а дальше уже Что будет То будет И Насколько я знаю То есть В каких-то Вот в одной квартире У меня у соседа Поменяли Паркет То есть Это был один из первых Соседи Поменяли паркет И когда Собственник квартиры Спросил А в чем была проблема Откуда вообще Эта плесень Появилась в новой квартире То там было написано То есть Продавец квартиры Вынул такой акт В котором написал Что причина плесени Остаточная влажность После строительства Что за остаточная влажность Откуда она Почему она не была устранена Почему Песок не был высушен Должным образом То есть Возникает слишком много вопросов И вот На данный момент У нас К сожалению Судебный процесс Причем у нас Коллективная Коллективный иск Много Заявителей И мы решаем Эту проблему И вот К сожалению Продавец Эту проблему Не считает Должным решать То ли он пытается Продать все квартиры И только тогда Он как-то пойдет Навстречу или нет Но к сожалению На данный момент Видим что Процесс просто затягивается Ну вот здесь Вопрос возникает Потому что На самом деле Когда идет Процесс строительства Если мы посмотрим Регламентирующую документацию Сначала проект Проект должен быть Проверить В бувалду Экспертизу На соответствии Всем Строительным И гигиеническим Нормам После этого Насколько я понимаю То что Антон Увидел Про вентиляцию Это называется Ну Проверить То что планировалось Сделать Даже не сам проект А просто то что Планировалось Сделать И этим обосновывалось Скорее всего Бувалды Вообще Насколько я понимаю Они зачастую Инженерную часть здания Не смотрят Вообще То есть они В основном Смотрят Юридическую сторону И по максимуму Это конструктивная часть А вот инженерно-технический раздел Это не их Наверное Сильный конек Дальше получается Когда ведется строительство Есть же по закону Строительный надзор Который должен убедиться Что работы ведутся В соответствующих Климатических условиях При всех условиях Которые заложены Требованиями Материалов И конструктивов И так далее И там же куча подписей И сейчас на самом деле Получается так Что ай Вот и все Что вот эта вот Большая-большая гора Надзирающих органов Можно сказать Ай-яй-яй Так получилось Потому что там Замерить влажность Перед укладкой паркета Это иметь за 5 евро Влагометр И поставить Вот там Воткнуть в этот песок И сказать Что нет, ребята Нельзя это делать Это прямая обязанность Строительного надзора Как и прямая обязанность Строительного надзора В процессе строительства Контролировать Качество завозимых Настройку материалов И их соответствие Тому, что заложено В проекте И в спецификации Это тоже его обязанность Он же подписывается Ну Видимо не работает Каким-то образом Эта система Но еще раз Я хочу повторить По всей видимости Вот из всех разговоров Сантонов Я понимаю Так что В продукт Который называется Квартирная собственность Никто нигде Не закладывает Технические характеристики Только Количественные Вот объем Вот площадь Вот степень отделки Все Качество отделки Оно же тоже должно быть Каким-то образом Регламентировано И описано Не просто визуально Что ты пришел Ну вот да гладко А насколько Геометрически хорошо Да Здесь такой еще Интересный момент Я решил То есть Была полная отделка Мне не совсем понравилась Не понравилась плитка Которая находилась В ванной комнате Я решил ее переделать И мой строитель Который менял эту плитку Он сказал То что Ну Антон Послушай Вот то что у тебя Чем у тебя плитка Приклеена Но Это не для плитки Это вот Ну картон можно приклеить Продержится А вот плитка Ну вряд ли она долго продержится Поэтому хорошо Что ты решил поменять И Ну Я не строитель Я не придал Особого значения Его словам Но примерно Через полтора года Два года Я начал слышать От соседей То что у них Появились проблемы То есть у них В каких-то местах Плитка начала Отваливаться У меня она Вот как Два года назад была Даже не два Уже Четыре года прошло Как она была положена Так она И идеально Находится на своем месте Ну вот Получается Очень странная Ситуация То есть если бы Человек строил Условно говоря Свое жилье Сам Самостоятельно Он бы сам Договаривался Со строителями Он бы сам Контролировал Приезжал Посматривал То тогда Он и несет Ответственность Сам И он сам Как бы Был бы Конечно Удовлетворен Тем что Удалось Получилось В результате Здесь мы видим Большое количество Контролирующих органов Которые Явно Смотрят сквозь пальцы И Не выполняют Свои Функции И мы видим Что Даже Насколько я понимаю И С такими вещами Которые даже визуально Должны Проверяться По поводу Стояночных мест Мы тоже не затронули Момент Вот может быть Несколько слов Да По поводу Стояночных мест Вообще такая Очень интересная Ситуация получилась У нас Проект Явно Таик Который состоит Из Шести домов Жилых И двух Офисных зданий Соответственно Когда я обращался В Булвал Они сказали То что Мы смотрим Количество стояночных мест Вместе На весь район Потому что По закону Количество стояночных мест Если мы смотрим Какой-то отдельно Стоящий Жилой дом Новый дом Который сдается В эксплуатацию То Условно Если в доме Сто квартир Количество стояночных мест Не может быть Меньше чем Пятьдесят То есть У меня Например В доме Больше чем Сто квартир Не помню Сто три Или сто четыре Но на наш дом Официально Необходимо Необходимо Минимальное Чтобы соответствовать Требованиям закона 1593 места То есть Это официальная оценка Это минимальное Необходимое количество мест Которое обязательно должно быть Если есть больше Хорошо Но меньше Ни в коем случае Это на квартал весь На весь квартал Да 1593 Самое интересное Случилось дальше Когда я начал считать А сколько стояночных мест Вообще есть По факту То есть Вот я Которое вот вижу Которое соответствует Требованиям закона По ширине И длине И вы знаете Тут очень интересно Интересная ситуация Получилась То что Я не смог найти 107 стояночных мест 107 То есть Ну Представляете Это не 3 места Не 5 Не 20 То есть Где-то мы там могли ошибиться Да В расчетах Но Как можно больше Чем 100 мест Не найти Просто Не увидеть И Самое интересное Что в тот момент Когда я обращался В Бу-Волды С требованием Оценить Необходимое количество Стояночных мест Было Не был сдан Один Последний дом То есть В принципе На тот момент Если у тебя есть Какая-то жалоба жителя Это было бы логично Что ты пошел бы И посчитал бы А сколько По факту Вообще Построено Стояночных мест Несмотря на это Дом был сдан В эксплуатацию И мне На мое последнее заявление Когда я попросил Бу-Волды Самим Отправиться В квартал Яунатейк И посчитать Стояночные места Спустя 38 дней Что в принципе Уже является Нарушением закона Потому что Госучреждения Должны ответ Давать в течение 30 дней Мне В принципе Пришла Назовем ее Прямо Это отписка Была В которой было написано Что Мы вопрос Рассматриваем И дадим ответ Как только сможем Это было вчера Сегодня с утра Я позвонил Тому человеку Который Составлял Этот ответ И в принципе По его словам Я надеюсь Что наш разговор записывается Потому что Я ему звонил На телефон Рабочий Соответственно Его ответ был таким Что Здания Были приняты В эксплуатацию С теми Стояночными местами Которые там были И мы уже Ничего не можем сделать То есть Ну вот Как мы приняли Так мы приняли Но получается Что Бувалды Принимает Несоответствующее Закону Количество Минимальное количество Построенных Стояночных мест И кто за это Должен нести Теперь ответственность Почему Бувалды Самой Не исправлять Свои ошибки В чем здесь Очень интересный Нюанс На который Я хотел обратить Внимание Это 6 Раздельных корпусов Они Строительные Они раздельные Но сегодня Они находятся Под одним Девелопером Под одной Управляющей Компанией А что будет Завтра Если Если это будет Если за ними За каждым зданием Закреплен Допустим Отдельный Или выделяется Участок Прилегающей земли И здания Которые содержат Автостоянки Выйдут из этого Комплекса Юридически То есть Вот два здания Имеющие Автостоянки Они выходят И образовывают Свою там Ну скажем Бедрибу И они Вот они Здесь ни при чем И Какие права У тех собственников Которым Сегодня говорится Что у вас есть Там бесплатные Наверное Достояночные места Каким образом Эти собственники Смогут попасть В эти места Потому что Я как-то Бедриба Скажу Ребята Вы хотите стоять Ну нет проблем 30-40-50 евро В месяц И стоите Никаких проблем нет То есть Вот на самом деле Это наступление На те же грабли Вот такой комплекс На застройке То есть Где-то зафиксировано Что этот комплекс Нельзя потом разделять У меня такой вопрос В документах Нет Значит Потом можно разбить Жилье отдельно Офисы отдельно И Живи и радуйся Тоже интересная Постановка вопроса У нас Очень много звонков Между тем Здравствуйте Доброе утро Добрый день Доброе утро Скажите пожалуйста У меня вопрос Господина Сидорко Я являюсь Собственной Квартирой В его кооперативе Вот И тут мне На днях Приходит письмо От такой Ригас Пашвел Дебаззыва Майя Приватизация Это из комиссии Да И они Предлагают Мне Приватизировать Участок Земли Квартиры Скажите Я уже Там Десять лет Или больше Даже являюсь Членом Вашего Ну вернее Собственной Квартиры Самой Да И мне Как бы Все Прекрасно Устраивает И считаю Насколько мне Надо вообще Этот кусок Приватизировать И что это Мне даст Значит По факту Если вы говорите О нашем Кооперативе То где-то До 2000 года Мы организовали Массовую Приватизацию Земли Прилегающей К вашему Дому Это Ваша Земля В самоуправлении Она Большинством Собственников Выкуплена Во всех Домах Кооператива Выкуплена В пользу Собственников И она Является Коллективной Собственной По всей Видимости Либо вы Либо Тот Кто был До вас В этой Квартире Посчитал Это Не нужно На сегодняшний День Город Рига Провела Инвентаризацию Вот таких Вот Выбившихся Из общего Ряда Собственников И сегодня Вам предлагается Этим Письмом Первое Либо Выкупить Землю И заплатить При этом Еще Кроме того Что со стоимости Выкупа Еще заплатить За все За все эти Годы Арендную Плату Там В общем Получается Довольно Уже Довольно Кругло И далее Заключить И выкупить И дальше Платить Только Налог На Недвижимость Которую Платим Все Мы То есть Семья Переходит Этот участок Думаемая Часть Переходит В вашу Собственность Вы Оплачиваете Городу Арендную Плату За весь Период С 90 Какого-то Года По Сегодняшний День Она Не очень Большая Но За эти Годы Накопилась Сумма Довольно Внушительная Плюс Вы Платите Сертификатами Либо Евро Свою Долю Земли И тогда Становитесь Собственником И дальше Вы на всю Оставшуюся Жизнь Платите Только Ну Тот Налог Который Положен Там Где-то В среднем 20-30 Евро В год Если Вы От этого Отказываетесь То вы Заключаете Самоуправление Договор Авенды И платите Городу Авенду Всю Оставшуюся Жизнь Но Я хочу Подчеркнуть Что В принципе Этот Кусочек Земли Идеальная Часть Кусочка Земли Самоуправление Не нужна И есть Закон О принудительной Продаже Так что Сначала Вы наверное Заключите Судьба Ваша Будет Такая Если Вы откажетесь От выкупа То Сначала Вы заключите Договор Авенды Погасите Все Авендные Долги А через Какое-то Время Вам По принудительной Заставят Выкупить Землю Но Уже Выкупить Землю Но Уже Не по той Оценке Которая Была В судебном Порядке У самоуправления Есть Такое Право Потому что Оно Воспользоваться Этой Идеальной Долей Никак Не Может Еще Один Звонок Успеем Принять Здравствуйте Господин Федор Я Вот Вам Звонил Насчет Пластмассовых Труб Я Пришел К выводу Что Они Совершенно Не годятся Только Железные В местах Стыковки Тонких И толстых Круг Горячая Вода Постоянные Печены 10 лет Дома 10 лет Каждый День Аварии А насчет Того Что Управляющие Дороговато Берут за ремонт И ищут Компании Они просто Закладывают Откаты Вот и все Ну Вы знаете Тогда можно Сказать сразу Если вы находите Дешевую компанию То тот же Откат там Сидит Давайте исходить Из этой логики Что если Откат То он везде Откат Это первое Второе Я не хочу Дискутировать Дешево Дорого Для меня Это беспредметно Потому что Можно сравнивать Один технический проект И два предложения По этому проекту А можно Сравнивать Так Вася из-за угла Предложил И официальная фирма Предложила Тоже можно сравнивать А относительно Труб Я еще раз говорю Не трубы Виноваты Виноваты руки Потому что На самом деле Практически Вся иропа Давно уже Перешла на Пластмассовые трубы Мы тоже В городе Очень много Эксплуатируем Здание С пластмассовыми трубами И проблем Не знаю Значит Что-то Кто-то Не так Сделал И не то Делал Или не теми Руками Здравствуйте Еще один вопрос Пожалуйста Вы в эфире Здравствуйте У нас Такой вопрос Мы в доме Организовали Многоквартирном доме Бедребу А Предыдущий Бывший Управляющий Не хочет Передавать Бедребе Свои полномочия Законно А Бедреба Сама Получила Полномочия Управлять Домом Больше Большинство Голосов Голосов То есть У вас Есть протокол Собрания О том Что Бедребе Поручается А кто У вас Управляющая Компания Которая Не хочет Рига Рига Снаму А Господин Трубко Ну не знаю Наверное Он хочет Каких-то Гарантий Потому что Возможно Были Финансовые Вложения Не могу Так Прокомментировать Значит Надо Идти Во-первых Скажем Так Если у Вас Есть Надежный 51% Голосов За Берите Управляйте Идите В Рига Силтум С Рига Суден Заключайте Договор Он всем Написал Что он Не передает Долг Отказывается Передавать И никто Не выключает Значит Или есть Основания Или Есть Долги Там Не так Как На самом Деле Если у Вас Есть Действительный Протокол Собрания Идите И требуйте От Рига Силтум Заключения Потому что Трубко Не может Или там Другой Управляющий Извиняюсь Дом Там Могут Условия Там Могут Долги Долговые Обязательства Которые Вы должны Будете Перенять И так Далее Долги Есть Рига Силтум Что за Апрель И за Май Трубко Не проплачивает За нас Хотя Жители Все Оплатили Может Быть По другому Посмотрите Общий Баланс Платежности Дома Трубко Не должен Был Как правило Управляющие Стараются Поддержать Теплоснабжение Нужно все Платили Да не все Заплатили За предыдущие Ремонты И так далее Нужно Разобраться Отделить Финансовый Вопрос От юридических Юридических Вы имеете Право Перейти Хоть Завтра Но Рига Силтум С вами Не закручит Долг Пока Вы не Придете И не скажете Что имеющийся Долг Мы погасим Мы Такой Разговор Пытались Стихи Но они Ссылаются Только на то Что Трубко Прислал им Письмо Не заключать Заговор А они вам Официально Ответили Или Ссылаются Устно Ответили Как бы Они Это Ссылаются Устно А ответили Так Что Трубко Прислал Письмо И назначил В доме Новое Голосование Сам Трубко Уже После того Как он Должен был С 1 июля Свои полномочия Сдать Он отказался И сдать И назначил С 6 по 20 июля Назначил В доме Новое Голосование Имеет Право Ну Вы Так Я дальше По радио Не буду С вами Беседовать Слежите Со мной Вне эфира До времени У нас просто Нет Уже практически Времени Вот Подводя Итоги Действительно Получается Что крайне Остается Обслуживающая Компания Потому что Многие Не разбираясь Предъявляют Претензии К обслуживающей Компании По всем Проблемам Что Можно Посоветовать Я думаю То что Поднял Тему Антон Он поднял Очень капитальную Тему О том А что Собственно говоря Собственные Квартиры Покупают И как Ему Получить Подтверждение Того Что Заявленное В рекламном Проспекте Соответствует Этим Новшествам И улучшениям Это как Как максимум А как минимум Что хотя бы Вообще Это здание Будет соответствовать При После ввода Эксплуатации Действующим Нормативам Что Уже выяснил Что по Вентиляции Скорее всего Он уже не идет По стоянкам Не идет Что еще Выяснится Это тоже Время покажет Это очень важная Проблема Которую он поднял Может быть Мы ее Радиослушатели Она заинтересует И будем Еще то Чего мы не успели Коснуться на сегодняшний день И тоже О чем я слышал Это управляющая компания Как правило На первое время Гарантийного срока Выбираются Доверенные Управляющие компании Либо аффилированные Вместе с девелопером Именно для того Чтобы Загасить вопрос Всех этих претензий До конца Насколько я слышал От Антона Уже последние Договора обслуживания Заключаются Этой компанией Таким образом Что там Включаются условия Нельзя Вообще Уходить От этого Управляющего Типа Рабской записи Да Тот договор Который был Отослан Потенциальным Покупателем В конце Прошлого года По поводу Последнего дома Так и было написано Что Отказаться От этой компании Нельзя Ну здесь вопрос На момент продажи Или Но на самом деле Я могу сказать Что здесь Колоссально Видимо вообще Так говоря Достаточно Большое количество Вопросов Возникает И как они Могут быть Отрегулированы Это тоже Большой вопрос И может быть Радиослушатели Эта тема Заинтересует Потому что Будьте осторожны Когда покупаете Помните Вы покупаете Не картинку И не красивую отделку Вы покупаете Все таки Дом В котором Хотя бы Должно Хватать Кислорода Потому что Антон Говорит о плесени Но плесень Это крайнее проявление А вот Скажем Недостаточная Вентиляция Это сразу Недостаток Кислорода Это вообще Отражается Капитально На здоровье Плюс Тогда уже Если так Все свободно Идет У меня вопрос О качестве Материалов Строительных Кто нибудь На вредность Появляет Или это Все тоже Так И еще Один вопрос То что Я бы со своей Стороны Поднял А где Есть полный Где вообще В публичном Пространстве Или в пространстве Для специалистов Есть полный Проект здания Вот я как-то Сколько сталкивался С новостройками Я ни разу Не видел Полного проекта Здания Ну что же Эти все вопросы Мы может быть Будем разбирать Уже в следующих Программах Добро пожаловаться Председатель Отправления Товарищества Центра Консультации Собственников Квартир Сергей Сидорко И Антон Астраханцев Сегодня были В нашей студии Спасибо вам Спасибо До новых встреч